надеюсь что меня слышно хорошо видно хорошо всем доброе утро как меня слышно как меня видно так отлично все значит видно меня хорошо слышно хорошо сейчас я в телеграме тоже включу в телеграме да спасибо когда роман . для возвышения души якобы но сегодня в йорке от 8 nissana до сегодня лейлу нишама яков но так отлично все дорогие друзья и телеграм работает и facebook работает все работает им глава 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 со день 5 день 5 все запись пошла начать запись так все все отлично все получается все получается и получается все очень часто в последний момент в руках а то дуйной честно получается последний момент значит песок он нас учит что вы замерите все мир значит вот мы сейчас смотрим по книжке видите это с комментарием маубин ваекра значит мы сейчас приближаемся очень очень быстро мы приближаемся к празднику какому песок осталось всего лишь меньше недели в среду вечером мы садимся вечером за стол как с выходом звезд и всю ночь у нас идет специальное специальное событие специальное мероприятие которая которая бывает раз в год и от того как мы его пройдем зависит весь следующий год и многие люди не рассматривают так свою жизнь да не думают что все в нашей жизни механика до механика причина следствия причина следствия в с одной стороны это правильно да есть есть причина следственные связи каждый следующий момент это это следствие момента предыдущего но везде везде все детерминировано вся природа все мироздание она работает как как механизм как машина кроме человека человек имеет свободу выбора в этом подобие человека богу в этом наше подобие значит человек написано создан по образу подобия бога как бог творец так и мы с вами творцы и человек он может изменить вот этот вот причинно-следственный порядок и он может его повернуть в любую сторону и песок это именно вот эта метафора метафора того как как это происходит есть в талмуде спор когда был сотворен мир одни говорят первого анисана был сотворен а другие говорят нет 1 атишрэ был сотворен 1 атишрэ это понятно атишрэ это роса шана до начала года он так и называется роса шана и известно что человек был сотворен когда именно в роса шана это был как раз день когда он был уже сотворен получается да так что а мир был сотворен дорож и наши дней и человеками нас определен был в роса шана а почему же тогда говорится что в песах был сотворен мир как же так, на что опираются вторые, если известно и плюс еще, смотрите, что интересно интересно то, что Песах это первый месяц Nissan это первый месяц года вот сейчас седьмое Nissan сегодня седьмое, подождите сегодня у нас, какой Nissan сейчас я вам скажу какой сегодня Nissan сегодня уже восьмое Nissan, да, я ошибся сегодня восьмое Nissan значит, восьмое Nissan это как восьмое января, первый месяц это Nissan а почему тогда Тишерей, который седьмой месяц, называется Рошашана и как здесь разобраться, вот смотрите если мы в этом разберемся, мы поймем что с нами в жизни происходит и что мы празднуем в праздник Песах значит, смотрите что получается, когда человек вот я например сейчас потянулся за кофе правильно, вот я взял кофе и выпил кофе момент, когда я взял кофе и выпил кофе это момент в реальности правильно, то есть это то, что в реальности произошло но есть еще другой же момент какой-то момент когда я задумал когда я захотел выпить кофе и в этот момент, когда я захотел выпить кофе и подумал сейчас мне выпить или после того, как я закончу урок и я в этот момент подумал что я особо не думал Сильных не было таких вот размышлений Потому что я уже сейчас провожу урок Получается Но секундное Такой выбор был И вот это праздник Песох Песох это принятие решения Песох это рождение чего-то В мыслях То есть любое, все что в этом мире Появляется, оно вначале появляется В мыслях, а потом появляется В реальности Помните мы вчера говорили Что вот эти три мацы символизируют Что есть мысль, разговор и действие Так вот Песох он символизирует мысль Мысль, когда Бог Задумал сотворить мир Это же тоже момент сотворения Когда появилось у него вот это желание Искра, что будет этот мир Это первый месяц, это не сам Но мира еще не было И потом Потом в Рошашана Уже за 6 дней до Рошашана Бог сотворил мир В начале Бог сотворил небо и землю Потом на 6 день появился человек Теперь То же самое происходит с нами В Песох это выход из рабства Это решение Это принятие решения Изменить себя Изменить свою жизнь Это принятие решения Вырваться из всех своих страхов Ограничений Вот этих вот всех Я не могу Я не знаю То, все Я не знаю, что хочу Это все болото В котором находится Человек Большую часть своего времени Теперь Но в Песах мы Это праздник свободы Праздник освобождения Праздник выхода из рабства Они были Это же специальная метафора Спрашивается Зачем Бог так сделал Северезским народом Что он их отправил в рабство На 400 лет Причем Задают этот вопрос Очень жестко задают Многие комментаторы Почему Авраам Который Молился И с Богом Спорил Можно сказать За город с дом Когда Бог сказал Я с дом уничтожу Что сказал Авраам Авраам сказал Он сказал А может там есть 50 праведников А может там есть Значит Значит 45 А может 40 А может 5 Он просил прям А может не уничтожать Он за дом В котором были злодеи Прям перезлодеи За дом он просил А когда Бог ему сказал Значит 400 лет твои потомки Будут рабами в чужой земле Будут их угнетать Мы не видим в Торе Что Авраам сказал хоть слово А может не 400 А может 200 А может 100 А может не рабами А может не угнетать Нет такого Бог ему сказал Значит Авраам принял Что здесь Ну не сходится Говорят мудрецы Теперь Давайте разберемся Что здесь не сходится И мы поймем Что от нас вообще требуется В Песах Смотрите Когда Когда Бог Хотел уничтожить дом То есть там жили злодеи И он сказал Я этих злодеев уничтожу Их зло наполнилось И Авраам И Авраам Пытался остановить Уничтожение города Полное уничтожение города То есть это было Полное уничтожение людей Теперь Когда Бог сказал Твои потомки Будут рабами В чужой земле Их будут угнетать А потом они выйдут С большим имуществом Здесь не было Уничтожение полное Здесь было давление Очень мощное Сильное давление И И в какой момент Бог это сказал Авраам Он тогда Значит Бог пообещал Авраам Что он ему дает Землю Израиля Вечный удел И ему Его потомкам Он дает Землю Израиля Вечный удел Да И Это была еще метафора На духовная Земля Израиля Это как На духовный мир На вечность И так далее Теперь Авраам Его спрашивает Бымай да Шершена А как я узнаю Что я ее наследую Он ему задает вопрос На каких условиях Ты это даешь Бог ему говорит На условиях И там интересно Бог ему говорит Принеси в жертву И мы опять Соединяемся Жертвоприношениями Он ему говорит Принеси в жертву Этого тельца Там и так далее Принеси набор жертв Голубя Он ему перечисляет Пять жертв Которые Авраам Должен принести в жертву И Потом Вдруг говорит После этого И Четыреста лет Твои потомки Будут рабами Чужой земли Их будут угнетать Общий ответ Непонятен То есть Просто ответ Непонятен Авраам спрашивает Как я узнаю Что у наследую землю Бог ему говорит Принеси в жертву Тельца Там Барана Голубя И так далее И Четыреста лет Твои потомки Будут рабами Чужой земли Так вот Говорит Малвим Это был ответ Бога Бог ему ответил Так Авраам Тебе я даю Эту землю Потому что Ты принес Себя в жертву Уже полностью Вот эти жертвоприношения Это то Что ты сделал С собой Со своими желаниями Со своим Эго Со своими Представлениями О жизни Со своими Воспоминаниями Ну он же ему сказал Выйди Из страны своей Из города своего Из дома отца твоего То есть Авраам Принес в жертву Прошел 10 испытаний Это было Жертвоприношение Да То есть Он ему говорит Эту землю Можно получить За счет того Что Или ты приносишь В жертву Свою материальную Природу Ради своей души Ради своей Духовной природы Как сделал ты Авраам Или второй вариант Если твои потомки Не захотят Быть таким Как ты А если они Не захотят Ну а действительно Мало кто захочет Быть как Авраам Мало кто захочет Мало кто сможет Это уникально Быть таким как Авраам Кстати интересно Что все Кто принимают Ди-юр Они называются Сыновья Авраама Они становятся Как сын Авраама Да Теперь Но Бог ему говорит Но Если Твои потомки Они Унаследуют землю Тогда у них Два варианта Или они Приносят себя В жертву Самостоятельно Или же Будет Внешнее давление И все Будет честно То есть Они по любому Получат это Это был ответ Бога Авраам подумал И не стал торговаться Он думает Ну ладно Хорошо А чем плохо Значит Или ты сам Служишь всевышнему Или тебя прессуют Но ты по любому Получаешь награду Вечную жизнь Все И он Значит Не стал спорить Тогда с Богом Теперь В Песах Их прессовали Они не были 400 лет в рабстве Они были 210 лет в грести Народ был в рабстве В Египте Их там прессовали Египтяне Чтобы у них Не было эго У них не было имущества У них не было ничего Но ради чего Не ради чего Просто у них Все забрали Их прессовали И они вжили Что у них нет ничего Они служили У раба нет имущества У раба нету воли У раба нету желания У раба нету Он только выполняет приказы И они ничего не получали И потом Бог им говорит Все Я вывожу вас сейчас Из рабства Вы получаете тору Вы становитесь Народ священником Рабами у Бога Согласны Они говорят На саванишма Сделаем Потом разберемся То есть это как раз Такой был ответ Который Который Очень Бога С одной стороны Обрадовал Но по факту Это был просто Оптимизм И безнадега Потому что По факту Когда они сказали На саванишма Сделаем А потом разберемся А потом Десять раз в пустыне После исхода из Едипта Говорит нам Пертьевод Они выступали Против Всевышнего И в конце концов Всевышний сказал Что те кто были там Рабами И сейчас я их вывел Они не зайдут В землю Израиля И сорок лет Вырастал новый народ В пустыне Народ свободный Который не был Под давлением Вот этим предыдущим Да То есть И потом зашел Народ Израиля В Израиль И Празднуем мы Песах Теперь нам понятно Песах Это выход из рабства Каждый из нас Прямо мы говорим В Пасхальной Агоде Мы говорим Такие слова Что должен ты Видеть себя Как будто Ты выходишь Из рабства То есть нужно Прожить Перепрожить Всю эту историю Наложить ее на себя Почувствовать Как ты Действительно Ну вот Утром ты встаешь И ты робот Каждый человек Робот Своих старых привычек Своих старых ограничений Своих старых Каких-то представлений о жизни И мы все знаем Раз вы ходите на уроки Торы То вы знаете Что есть другая реальность Духовная реальность Заповеди Когда ты через каждую заповедь Соединяешься со Всевышним Когда ты живешь Жизнью духовной И ты духовно растешь Да Ты духовно растешь Не важно Что вокруг происходит Но ты занимаешься Своим духовным ростом Так же Как люди гоняются Как царь Саламон Сказал в Мишле Он сказал так Что если ты Как Кесов Сейчас Имка Кесов Если ты Как серебро Будешь искать Божественное знание И как сокровище Будешь Это хотеть И требовать Аз Тогда ты Тавин и Раташем Тогда ты поймешь Трепет перед Богом Ведак К душим Ты да И познание святых У тебя будет То есть ты поймешь Как оно все работает И это высший Высший Кайф в жизни Быть вот в этом Духовном Таком состоянии Как царь Давид Говорил Даже если Буду идти Долиной смерти Не будет со мной Ничего плохого Ты со мной То есть Если ты Вкладываешь Свои силы Свои стремления Свои усилия В духовный рост В духовную работу В заповеди Если ты туда Вкладываешь Свою силу То у тебя И здесь У тебя будет Совершенно другой Уровень В жизни В существовании И в духовном мире Естественно Ты будешь царем А не Каким-то там Третью-сортным Человеком Вот Это то Что мы Учим в Песах И вот сейчас Мы готовимся В Песах Я сейчас Как раз Приехал Вот мне нужно Почему я сегодня Провожу урок Не из дома Потому что Мне нужно Сейчас сделать Подготовки к Песаху Я как раз Приехал Чтобы готовиться К Песаху И вот у меня Как раз Сейчас Я ехал В машине С женой разговаривал Я говорю Вот смотри С одной стороны У меня есть работа Которую я очень люблю Я люблю свою работу Свой бизнес Я ему влечен Я понимаю Что Если бы я Сто процентов Был там То У меня были бы Там больше результаты Теперь Но Здесь Это Это быт Подготовка к Песаху Это чистить дом Это закупать Какие-то продукты Это готовиться То есть Если это бросить На самотек То и Песах Пойдет на самотек И духовная жизнь Пойдет на самотек И вот тут Вот этот вот Выбор У нас Каждый праздник Он ставит нас Перед выбором Что для тебя важнее И есть такое Такое в том моде Выражение Что тот Кто очень сильно Остерегается В Песах Остерегается От квасного То есть Люди Они очень махмирят Очень устражают себя Он весь год Не согрешит И спрашивается Что прям Всевышний Вот Его будет что-ли Защищать Или как это работает А это именно Намерение Сила намерения Что для тебя важно Вот мы сейчас Находимся Перед стартом В котором Вот как ты пружину Заведешь В эту ночь Как ты пружину Заведешь В эти 7 дней Песаха Насколько ты Эту пружину Как бы Включишь Что Куда у тебя Намерение Что ты хочешь В этой жизни Или ты хочешь В этой жизни Ну просто Провести Как-то время Знаешь Меньше Меньше Поработать Знаешь Как Есть такое выражение Хочу чтобы у меня Все было Мне за это Ничего не было А Как мужик один Джива Джина Он Вытащил из бутылки Джин говорит Что ты хочешь Говорит Хочу чтобы у меня Все было Джин говорит Ну у тебя уже Все было Все у тебя Все было Или То есть Песах Нас учит Тому Даже не учит Он нас проверяет Да Все еврейские Праздники Вот говорят Рошаш Она день сюда Что значит день сюда Кто кого судит Всевышний просто тебя просвечивает Изнутри И выдает тебе то Что ты стоишь То Чему ты стремишься То что ты делал Ты получаешь Как бы слепок Результат будущего года То что на Востоте Называют карма Песах Ты можешь изменить эту карму Ты можешь вырваться Из этой кармы Ты можешь начать с нуля С чистого листа Новый вообще этап В своей жизни И вот это Песах И вот это метафора Когда ты готовишься к Песаху Ты исследуешь себя Ты смотришь на себя Ты наблюдаешь за собой Ты очищаешь свое пространство Полностью очищаешь Выкидываешь все лишнее Выбрасываешь Убираешь всю вот эту вот Наносную шелуху И ты оп И потом вот эта ночь И ты вспоминаешь И думаешь Вот люди же Сейчас мы видим Своими глазами Что нет ничего надежного Потому что вот эта война Она показала Что нет ничего надежного В этом мире То есть у меня есть Многие знакомые Которые работали годами К Песаху Чтобы Бог дал нам Освобождение Переход на следующий Духовный уровень Правильное направление Движения И тот кто Выполняет волю Бога Бога как свою Бог выполнит Его волю как свою Поэтому когда вы Выполняете заповеди Знайте что Вы закладываете себе Удачу Успех Здоровье То есть чем больше Ты вкладываешься В выполнение Воли Всевышнего Тем больше Потом тебе будет Хорошо Во всех сферах жизни Все Всем удачи Успехов До завтра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому